Всем привет дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале Тугарыча. Ребят, поиграем сегодня с таким оружием как Ускон. Перевел я его из корзины на один день и собственно говоря хотел высказать мнение по поводу данного оружия и по поводу концептуально по поводу игры Warface, что он из себя представляет и насколько здесь отвратительное отношение, я вижу отвратительное отношение именно к игрокам. У меня нет данного оружия, ребят, Ускона это донат. Многие могут заметить и сказать, что это оружие продавалось также за короны, то есть можно было выкрутить и в коробках за корона. Но ребят, со своей точки зрения я скажу, что потратил я с двух аккаунтов около 140 тысяч, уже наверное 165 тысяч где-то корон, ничего не выбил на своих основных двух аккаунтов. Ни одного оружия за корона навсегда мне не упало. Поэтому если даже кто-то скажет, что может упасть, ну может, но по факту мне ничего не дропнулось. Вот такие вот дела. Отношение компании Майл.ру к игрокам, оно очень не самое лучшее. Игра Warface по геймплейной части тоже достаточно такие спорные моменты, огромное количество. То есть это и какие-то тайминги непонятные в управлении персонажем, то что игру в какой-то момент времени замедлили, тот же бешеный Time to Kill, мгновенные убийства, мгновенные смерти, плюс отвратительнейший сетевой код. Что касается Ускона, 19 июня 2019 года, вот буквально сегодня, ребята, вышла новость некая на официальном сайте, то что этот дробовик, великолепнейший в кавычках, будет добавлен в магазин. Вот, я не знаю, будет он продаваться там за корону как вариант предлагаться или нет, но за кредит уж точно он будет предлагаться пользователям. Но, ребят, смотрите, предположим, если даже я бы играл в игру Warface, прям вот на пабликах, очень любил там играть и ремки, но я бы не советовал, не стал бы выбивать данное оружие, пытаться. Почему? Потому что оно будет актуально лишь какое-то время. То есть политика данной кампании и отношение здесь к игрокам, к нам и людям, да, очень-таки отвратительное. Кстати, сейчас вы видели то, что был выстрел, было второе попадание по противнику, по медику, ну, по игроку, точнее, по врагу, там, по снайперу, по-моему. Пинг у меня 25 миллисекунд, ребят, но урон не прошел, то есть урон не прошел мой по противнику, не зарегало мое попадание. Вот этим отличается игра Warface, именно вот этот ваншотный геймплей, когда вы стреляете, попадаете, но урон у вас не проходит, ребят, и вот эту фишку ничем не пофиксить. Никаким интернетом, ну, по большей части, лишь там, переехать в Москву, купить квартиру, только так. Ну, такие вот дела. Здесь я, к сожалению, разозлился до такой степени и вот начал голосование за каких-то игрокам, потому что действительно очень часто бывает такое, что играете, ребят, стараетесь, вроде как в плюс даже, да, но при этом игроки вашей команды просто жестко играют в минус, и это отдельная тема для отдельного разговора, почему так происходит. Видео обязательно выйдет на нашем основном канале, то есть по поводу, почему вот какие-то тайминги в управлении появляются и автобаланс, который работает не всегда не самым лучшим образом, есть некая теория, что игра полностью по большей части заточена именно для тех людей, кто донатит. Мы, мясо, те люди, которые не донатят данную игру, они как бы здесь особо не нужны, они нужны здесь для того, чтобы нас убивали лишь челики с мощным донейшеном. И тот же Ускон, вот вам подтверждением, взял, я просто офигел, насколько имбовый этот ствол. Ну и некоторые игроки, конечно же, с мувинтом здесь проблемы, с анимациями игроков они постоянно спамят, то есть бывают ложатся, встают, и это действие происходит у игрока просто мгновенно, и очень часто бывает, что промехи из-за этого. То есть с точки зрения геймплея игра очень сложно играбельная, вспомним того же пирания, поскольку его очень часто бомбит от этой игры, и конечно же это закономерно. Если мы сравниваем такие пушки для медика, как Ускон и Тайфун F12, то Тайфун, конечно же, сразу же вышел гораздо слабее, и я хотя бы предполагал, ну возможно там надеялся, как обычно, наверное, рядовой игрок данной игры Warface, по сути лошок, да, то, что Тайфун выйдет достойно. Пусть не обижаются на меня разработчики данной игры, ребят, но я надеялся, я хотел, чтобы Тайфун был действительно достойным соперником для такой имбы, как Ускона. Но, к сожалению, ребят, такого не произошло, то есть Тайфун, он по статистике, ну по характеристикам слабее, чем тот же Ускон, а Ускон в некоторых ситуациях может просто-напросто творить чудеса. И это, конечно же, очень обидно, но не стоит полагать, что Ускон будет всегда таким, ребят. Политика, компания Майл.ру, как сказал и озвучил Миша в какой-то момент времени, ребят, вот вы имеете сейчас оружие на руках, вы его выбили, и вам позволено лишь с него нагибать определенное количество времени. То есть, когда-то люди имели тот же ЮСАС, когда-то люди, например, Замедик, если мы говорим, имели то же оружие Сайгу, Сайга 12С, она была нагибной, мега офигенной, та же Сайга, но с течением, по прошествии определенного времени, Сайга на сегодняшний день, ну такое себе удовольствие. А что касается того же ЮСАСа, то с ним вообще практически никто не играет. Я играл с тем же ЮСАСом, и бывает, что моментами убить противника просто-напросто, ну не получается. Попадаешь даже два раза, в упор попадаешь по противнику, ну не убивает. Бывают такие моменты на РМ, просто-напросто противник не погибает при точном попадании. Здесь, обратите внимание, я сделал подкат, запнулся об некий труп, и это касается геймплея игры, то есть, ваш персонаж всегда может где-нибудь застрять, споткнуться об кого-нибудь, это очень печально, даже если у меня очень неплохой компьютер, i9 и видеокарты 1066 гигабайтами, я играю на минималках, потому что игра, это игра Warface, ребят, здесь все неоднозначно, и лучше даже все сделать на минимум, поскольку где-то что-то ваш персонаж может затупить, ну и вот так вроде выкатываетесь, делаете попаданием, вторым попаданием я вроде как попал противнику, но опять-таки урон не прошел. Вот вам, ребята, киберспортивная игра в кавычках с отвратительнейшим прохождением урона, и на сегодняшний момент попадаю я бывает вторым выстрелом или не попадаю, то есть, уже как бы игра решает за меня, то есть, у меня урон не проходит, повторюсь, пинк у меня 25 миллисекунд, и ничего с этим сделать у меня не получится, единственный выход из всего этого просто-напросто не играть в данную игру, к сожалению. Что касается онлайна в данной игре, онлайн, конечно же, проседает, и сегодня у нас 19 июня 2019 года, повторюсь, вышла новость на официальном сайте, кстати, видали вот великолепнейший ваншот с этой имбопушечки, вот иногда такие ваншотики залетают, вышла новость о том, что Крис Кастом, сборное оружие, которое я буду говорить только за себя, ребят, при всем неком уважении к данной игре, к разработчикам игры, да, я собирал полгода, я полгода собирал ресурсы на Крис Кастом, когда я понял, что Тайфун выйдет так себе, поскольку политика моя, точка, нужно зарабатывать бабки всеми возможными путями, и нам плевать, что игроки будут валить с данного проекта, а старые игроки отсюда валят именно по этим причинам, по причине того, что что-то фиксится, что-то такое происходит, сетевой код не чинится, вот, лишь какие-то обещания там выходят нам о том, что когда-то что-то будет, и вы главное купите, и вы главное что-то там выкрутите, вот, и, соответственно, собирать Тайфун F12 я не стал, вот, поскольку он уже был неконкурентно способным, но, типа, на сегодняшний момент по статам он хуже, чем тот же Узко, вот, собрал Крис Кастом, ребят, и сегодня вот буквально выходит информация о том, что его пофиксят, а ведь мне это оружие нравилось не только как ПВП оружие, да, я остаюсь в этой игре Warface только из-за ПВЕ режима, а вот эти задания Армагеддон выполняя, вот, приходится идти на ПВП, хотя, играть вы, наверное, как бы многие удивятся, но, я так считаю, моё мнение, что людям должны вообще, наверное, бабки платить за то, чтобы люди вообще играли в эту игру под названием Warface, потому что на сегодняшний момент с её таймингами, с её сетевым кодом, с тем, как двигается и передвигается персонаж, с тем, что игра и может идти неоднозначно, бывает очень часто заходят, и вот я лично за себя могу говорить, захожу и просто нажимаю на клавиатуре, там, бег, прыжок и прочие вещи, и персонаж у него, мой просто-напросто управляется, как бы, резиново, именно происходит это на ПВП, с какими-то задержками непонятными, это меня жутко бесит, и я прекрасно даже понимаю такого игрока, как пираний, поскольку его бомбит от этой игры, и иногда, вот иной раз, в этой катке, когда, ребят, я играл, вот, меня очень часто посещала мысль, Миша, ты вообще сам свою игру играешь, ты понимаешь, что ты сделал, ну, вот, какую игру вы делаете, да, то есть, насколько здесь мгновенное убийство, настолько неоднозначно она работает, эта игра, что плюс отвратительнейший сетевой код, плюс проблема с балансом пушек, тот же Ускон, который получился мегаимбовым по факту, вот, и вы башкой соображаете, что вы делаете с этой игрой или нет, или вы пальцами тыкаете, вот, я не знаю, как получится, да, то есть, Миш, ты сам поиграешь в свою, вот, извиняя, игрульку, с мгновенными убийствами, да, и понравится тебе или нет? Ведь я высказываю лично свою точку зрения, и на стримах, вот, когда я вижу, что Миша там играет с кем-то в пати, то зачастую ругается, то, что его постоянно убивает кто-то, поскольку даже ему самому, даже самому Михаилу Хаймзону, видимо, очень сложно играть в тот проект или в ту игру, которую, в принципе, они, собственно говоря, своими руками создали. Также хочу отметить, что, что касается Ускона, это же надо какими, я не знаю, ну, вот, разрабами быть, чтобы ввести автоматический дробовик, который при этом имеет такую точность и достаточно неплохо ваншотит противников, то есть, ваншоты у него очень неплохие, то есть, та же помпа, те же топовые дробовики, которые, в принципе, должны ваншотить, но при этом они должны фикситься, они, точнее, уже изначально фиксятся тем, что не самая лучшая, ребят, скорострельность там. То есть, если ты выстрелил, если ты промахнулся, тебя, в принципе, убили, по сочке зрения геймплея, это правильно. Здесь же мы видим Ускон, который мега-таки имбовый и автоматический дробовик, который имеет неплохую достаточно скорострельность. А в моем понимании, вот сейчас уже у меня появляются выводы в голове, что это типа, когда-то был у нас такой дробовик в игре, как ЮСАС, и ребята решили что-то подобное вернуть, то есть, как бы, заработать на продаже доната. Очень-таки неплохого, очень-таки имбового в каком-то плане, донейшена, именно заработать. Ну, тот же класс медик, тот же Ускон, он как бы, например, Крис, он, Крис Кастом, да, да, это сборное оружие, оно случайно, видимо, каким-то образом получилось мега-таким имбовым, но поверьте, сколько людей, ребят, вкупило тоже событие, и синдикат, и прочие вот эти эвенты, люди покупали именно для того, чтобы собрать ресурсы, и для того, чтобы получить Крис Кастом. А сейчас, ребят, его фиксят. Представляете, вот какое отношение здесь, какую, вот что делают разработчики. Они фактически заработали, они получили уже с этого деньги, да, и сейчас они такие говорят, типа, пацаны, а вы знаете, мы его пофиксим, и, собственно говоря, все. То есть вы купили эвенты, вы молодцы, они даже спасибо нам за это не скажут. Ну и здесь медик попытался меня арестить, но управление персонажем в этой игре такое мега-офигенное, что, ну, и тайм-то-килл, что чувачок, когда он арестит, например, с дефибрилляторами, он не может, например, быстро взять оружие, там, что-то еще, да, то есть фактически челика выбежали, и расстреляли и убили, и он, как бы, не имел никаких возможностей противостоять. То есть огромные вопросы, даже лично с моей точки зрения, ребят, геймплей игры. Геймплей игры не самый лучший, то есть много каких-то отрицательных вещей, о них я высказывался в своих видеозаписях, и, например, ну и видели, как мы раскидали. Здесь урон, ребят, по медику у нас не шел, ведь это варпфейс, и отвратительнейший сетевой код, система предугадывания движения делают свое дело, то есть медик упал вниз, как бы я стрелял в него, при этом урон по нему не проходил. И это очень часто возникает, вот такие неприятнейшие ситуации возникают, ребят. Играть в эту игру очень сложно, повторюсь, и я прекрасно даже сично понимаю этих людей, того же, как, ну, игрока пиранья, да, то есть когда он стреляет кого-то, реально не может никого убить, его бесит эта игра. И очень огромнейшее, отвратительное, ну, скажем таки, огромное количество отрицательных эмоций у игроков от данной игры. То есть даже не в том плане, что здесь есть донат, а именно то, как идет игра, то есть именно отвратительнейший, как бы не самый лучший сетевой код, и прочие вот такие вот вещи, они очень отрицательно сказываются на игре, поэтому онлайн, к сожалению, все больше и больше падает. Ну, а чем занимаются разработчики, они лишь рассказывают о том, что игра перейдет на 64-битную систему, при этом, ребят, особо для вас ничего не поменяется, то есть как вы заходили в игру, какой не самый лучший сетевой код был и прочие такие вещи, то же самое у вас останется. Поэтому, ребят, вот я высказываю свое мнение, с точки зрения перехода на 64-битную систему, у вас FPS не прибавится, ничего не изменится вообще абсолютно, а лишь потребление оперативной памяти возрастет в данной игре Warface при запуске данной игры, собственно говоря, как-то так. По факту, видим, что все-таки отношения к нам здесь очень-таки отрицательные, Chris Custom это вариант лишь продать некие эвенты, некие события, Михаил Хаймзон свои слова все-таки не сдержал, Chris Custom он фиксанул как бы, да, вот по факту, да, фиксанет. Ну и игра Warface, она в принципе по своей сути не меняется, и как раньше нам продавали имбо донат, который со временем фиксанули тот же Юсас, та же Сайга, они здесь вообще сейчас, в нынешних реалиях и временах, они на званиях, на очень больших званиях, ребят, на ветеранах, они не юзабельны по большому счету, собственно говоря, как-то так. Поэтому онлайн в данной игре будет только падать, и если бы я не играл ПВЕ в данной игре, то я бы с нее свалил, к сожалению, в первую очередь. Как ПВЕ игра, она мне очень-таки нравится, ребят. Вот такие бы и мои были мысли, ребята. Всказывайте свое мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok